Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим о силах души, сегодня о желании. Желание — это великая сила, потому что ничего не происходит в этом мире без желания. И у нас есть свобода выбора, у нас свобода желания есть. Иногда проблема такая, что человек не хочет. Тогда, как видно, надо молиться за то, чтобы хотелось. Желание, оно еще также связано с верой, потому что если человек не верит в то, что он может получить того, что он желает, конечно, он это и перестанет желать. Но что говорят мудрецы, какие желания, как они проявляются? Юда Бентема говорит в трактате «Авот» такую вещь, что «Будь дерзок, как тигр, легок, как орел, герой, как лев, и беги, как олень, чтобы делать желание твоего отца на небесах». Ну что это такое? Давайте посмотрим. Есть множество объяснений, что это такое. Давайте как-то посмотрим на то, что мне показалось интересное объяснение. Почему дерзок, как тигр? Потому что у тигра есть черные пятна. И у нас у всех в жизни есть черные пятна в желаниях, в истории. И иногда люди думают, что надо быть ангелом, чтобы приблизиться ко Всевышнему. Но нет. Чтобы приблизиться к духовности, ко Всевышнему, надо идти с черными этими пятнами так, как делает тигр. Что это такое легок, как орел? Это очень странно, потому что орел, он как раз, может быть, самая тяжелая птица, или точно одна из самых тяжелых. Но почему легок? Потому что орел может с места подпрыгнуть и взлететь до самого вверх. И очень высоко взлететь. Из-за этого говорят легок. И так же и мы. Мы должны так делать желание, чтобы с самого прыжка с места подняться наверх. Третье – это бегает, как олень. На рисунках или фотографиях оленя он как-то оборачивается назад. Что это такое? Олень, когда бежит... Вот мы сказали, что он оборачивается назад. Но что это может быть? Человек, когда продвигается в своей карьере, в своем духовном росте, когда он бежит за своими желаниями, надо повернуться и посмотреть, где он был до этого. И когда... Особенно, когда он думает что-то неприятное, говорить людям, которые еще не находятся на том месте, где он находится, надо вспомнить, откуда мы все пришли. И кто с нами был по дороге, скажем так. Четвертое – это Гибор Киари, то есть герой, как лев. Лев – это царь джунглей. Там разные вещи есть интересные. Почему именно как лев? Ну, потому что он царь. Царь, мелах – это моах лев кавет. То есть это мозг, потом сердце, а потом печень. То есть сначала мысли, рационал, потом чувства, а потом уже какие-то инстинкты. Еще одна вещь, что говорится, то что лев может лежать, спать и в момент проснуться и начать атаковать. Еще одно дело есть, которое мне кажется очень интересным. То, что лев может только рявкнуть, и все животные, все вокруг убегают. То есть не обязательно использовать какую-то силу. Что говорится? То, что когда у человека есть страх перед Всевышним, тогда этого человека боятся. Его так же, как лев. Если у льва или если у человека есть трепет перед Всевышним, тогда этого человека люди остерегаются. И говорится в конце этого предложения, чтобы все это нужно, чтобы делать желание Всевышнего. А где наше желание? Во-первых, когда мы проверяем, в основном много из наших желаний, настоящих, они и есть желание Всевышнего. Потому что написано, что надо построить дом, семью, надо заниматься именно тем, то, что твоя же душа, вот то место, где твоя душа должна светить, то она и должна делать. Ну и так далее. Конечно же, есть у евреев необъясненные, скажем так, или нерациональные какие-то, можно сказать, на первый взгляд, митцвот. Но вместе с этим, когда мы делаем желание Всевышнего, Всевышний наполняет нас, и наполняет нас и желаниями, и осуществляет их в самом лучшем, в самой лучшей форме. Всего самого хорошего. Счастливо. Помните, у вас есть громадные силы души. Всего самого хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!